МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа событий на телеканале «Экспресс» в студии Демид Густов. Здравствуйте. О главных новостях к этому часу в ближайшие 30 минут. Там, где была столица Золотой Орды, палаточный лагерь юных исследователей. Пензенские археологи принимают участие в раскопках в Астраханской области. Возрождать, даже не боюсь этого слова, историю нашей страны. Для быстрой и качественной медицинской помощи по первому обращению пациента областные больницы оснащают современным оборудованием. Пациентов обследуем с ног до головы, можно сказать так. Духовное воспитание и приобщение к христианским ценностям. В Терновке открылась новая воскресная школа. Благословляется дом всей. Окропление базы священной, благодатью и святами души. Но сначала информация, которая поступила к нам из регионального управления МЧС России. В водоемах Пензенской области с начала 2024 года погибли уже 20 человек, четверо из которых дети. Причем большинство трагических случаев произошло в июле. За три недели этого месяца 16 утонувших, в том числе трое несовершеннолетних. Хотелось бы обратиться ко всем жителям Пензенской области. Не купайтесь в необорудованных местах. Посещайте только официальные пляжи, где есть спасатели, почищено дно. И есть все для безопасности и своевременного оказания помощи. Только за минувшие выходные у нас в пятницу в Лопатинском районе погиб мальчик 2017 года рождения. Вчера молодой человек 2005 года рождения погиб селезайщиной, обнаружен погибшим на воде. И в настоящее время органы муниципальных образований проводятся профилактическая работа. И также всем личным составом ГИМС. В Главном управлении МЧС России по области также напоминают, что граждане, купающиеся в необорудованных местах, привлекаются к административной ответственности с сложением штрафа от 1 до 3 тысяч рублей. За прошлую неделю было составлено 18 таких протоколов. В 2018 году Сердобск стала территорией опережающего социально-экономического развития. Это зона с ольготными налоговыми условиями, упрощенными процессами административных процедур. Такой статус позволяет, прежде всего, увеличить объем инвестиций в районах. Обязательным условием для получения денежных средств является создание необходимой инфраструктуры. Производственной площади готов предоставить промышленный парк «Мастер». Мебель, моечные машины, оборудование для бензоколонок и даже локомотивы. Все это теперь производится в Сердобске. Привлечь туда предпринимателей удалось благодаря льготам, действующим в промышленном парке «Мастер». На его территории активную деятельность ведут уже семь организаций различной направленности. Часть из них располагается в новом отремонтированном корпусе площадью 45 тысяч квадратных метров. Деньги на него выделялись в рамках нацпроекта. Мы рассматривали расширение производства в других регионах, например, в других городах. Конечно же, размещение в своем регионе гораздо комфортнее. Мы можем оперативно прибыть, проконтролировать какие-то вопросы, решить вопросы с руководством. Это дает определенный, более выгодный комфортный условия. Специалисты производственного парка оказывают предприятиям-резидентам всевозможную помощь. На данный момент на территории «Мастера» трудится 90 человек. Планируется создавать и новые рабочие места. Тем более привлечь людей сюда несложно. Жалование значительно выше среднего по Пензенской области. Требуются сейчас рабочие специальности. Основное направление, что мы отрабатываем вместе с местной властью, это именно возврат рабочей силы из Москвы и Московской области. Создать рабочие места в скором времени удастся благодаря двум предприятиям, которые только планируют стать резидентами промышленного парка «Мастер». Льготные условия привлекают предпринимателей именно в Сердобск. Пока отремонтированных помещений не хватает на всех желающих. Но работы по их расширению ведутся активно. Мы сейчас за счет собственных средств и участия в том числе резидентов готовим еще площади, потому что наши площади, они востребованы. Они обеспечены нас водой, канализацией, электрификацией и отоплением. Руководство промышленного парка «Мастер» рассчитывает привлечь еще больше компаний. В планах частичное объединение производств. Кооперация поможет сократить затраты на транспортировку и как результат снизит итоговую стоимость выпускаемой продукции. В 13-14 веке на территории нынешней Астраханской области располагался один из крупнейших городов Европы – Новый Сарай. Столица Золотой Орды. Сейчас же это памятник археологии федерального значения, который привлекает исследователей из разных стран. Уже несколько лет на раскопке туда отправляются и из Пентинской области. 2024-й не стал исключением. Участники экспедиции – старшеклассники и выпускники школа жизни в полевом лагере и первых успехах в следующем материале. Основательно расположился на Астраханской земле пензенский отряд. Он является частью Поволжской археологической экспедиции. Палаточный лагерь раскинулся на берегу реки. Походные домики в едином стиле окружили центральный шатер. Место сбора в случае непогоды. Но она пока благосклонна. Проходим на место построения в район флагов. Команде из 42-х человек доверено проводить раскопки усадьбы ремесленника Стеклодува на территории селитриного городища. Это развалины столичного города Золотой Орды XIV-XV веков. Попасть в отряд было непросто. Институт регионального развития в течение года отбирал подготовленных школьников, способных работать на жаре, умеющих ставить палатки. Таких нашли в 36-й, в кадетском корпусе, в других учебных заведениях. Эта экспедиция у нас становится уже традиционной, благодаря поддержке губернатора, который сказал, экспедиции быть. Если вы найдете что-то такое, про что никто не знает, представляете, сколько будет копий сломано, сколько будет дискуссий, споров, разборок для выяснения, что же вы тут нашли. Поэтому, хотите наследить в истории, у вас есть шанс. Буквально за сутки ребята освоились на местности. Распорядок дня, режим приняты безоговорочно, капризы исключены. Дежурная группа отвечает за чистоту в лагере, за подготовку топлива и помощь в приготовлении пищи на костре. На обед рыбный суп и каша с молоком. Как любит человек гречку. Экспедиция разбита на три смены, каждая по 10 дней. Работы у ребят не в проворот. Раскопки в районе селитренного городища памятника федерального значения начались в 1965-м, но были заморожены. Возобновились не так давно. Участок, который предстоит изучать юным археологам из Пензы, осмотрел губернатор Олег Мельниченко. Именно по его инициативе наш регион уже второй год подряд отправляет своих представителей в Поволжскую археологическую экспедицию. Команда экипирована и снабжена всем необходимым. В сфере здравоохранения сейчас работает большое количество высококвалифицированных специалистов. Наличие кадров, конечно, важно. Это основа оказания качественных медицинских услуг. Но немалую роль играет и оборудование, на котором можно проводить различного рода манипуляции, сложнейшие операции. Сейчас больницы, поликлиники планомерно снабжают всем необходимым. Для того, чтобы в кратчайшие сроки, при минимальном количестве исследований, можно было выявить максимально много заболеваний. Тему продолжим. Экстренная медицинская помощь в любое время суток по основным направлениям. Пульмонология, терапия, эндокриконология и аллергология. В клинической больнице номер 4 принимают пензенцев с разными патологиями. При определенных диагнозах пациенты имеют сопутствующие недуги. Поэтому крайне важно проводить дополнительное обследование прямо на месте. Оборудование наше, оно было достаточно такое уже устаревшее. И часто ломалось. И мы вот написали письмо, нас поддержали, купили. Теперь мы можем в полном объеме уже наших пациентов всех исследовать. И то есть практически не осталось уже таких белых пятен, когда нам требовалось пациента направить в какое-то другое учреждение. В частности было выделено 8,5 миллионов рублей на приобретение современного эндоскопического оборудования. Многофункциональное устройство, с помощью которого можно проводить различные исследования. На одной стойке делать и бронхоскопию, то есть это обследование людей с бронхолегочной патологией. Это обследование гастроскопии, то есть все, что связано с проблемой желудка и тонкого кишечника. И колоноскопию, то есть это все проблемы, которые связаны с толстым кишечником на одной из этой стойки. То есть там имеется стойка и три эндоскопа. Сейчас больница практически полностью укомплектована всем необходимым оборудованием. Некоторые аппараты даже передали в другие медучреждения, где они нужнее. Отчасти это благодаря ковидным временам. Здесь несколько лет боролись с пандемией. Принимали огромное количество больных с диагнозом коронавирус. Делали несколько тысяч ПЦР-тестов в сутки. С задачей справились. Теперь продолжают спасать человеческие жизни. У нас работают специалисты много-много лет. Но такое современное оборудование, КТ-томограф на 64 среза, мы получили во время ковида. Когда больница вся была переформирована для лечения пациентов с ковидом. И с тех пор у нас существует два компьютерных томографа. Нига Назарова в профессии более 40 лет. В этой больнице с 2010 года все изменения происходили на ее глазах. К нам приходят много специалистов, молодых специалистов. И вместе с тем к нам приходит много и оборудования. Только за 2023 в 4-й больнице прошли лечение более 9 тысяч пациентов. Воскреские школы небольшие учебные заведения при храмах, где самые юные верующие изучают православную культуру, знакомятся со священными писаниями. Церковно-славянским языком позвонят азы иконописи народных промыслов. И вот еще одно такое учреждение открылось в Пензе. О том, что в этом храме особый день, возвещает колокольный звон. Крестный ход проводят в честь престольного праздника. Православные вспоминают преподобную Ефросинию, великую княгиню московскую, имя которой носит церковь. И это не единственный повод для радости. Здесь открывают воскресную школу. Благословляется дом всей, окропление воды священной, благодатью, святами души. Приход молодой. Всего пару лет назад был заложен этот храм. На богослужениях присутствуют и взрослые, и дети со всей округи. Мы людям, молодым, юным, даем именно такую дорогу в жизнь, которая потом им очень легко позволяет обрести Христа. И когда они уже становятся семейными людьми, обреченными тоже, и радостями, и зачастую и горестями различными, они очень быстро не ищут уже этот путь к Богу, они его знают. У нас много молодых семей. Многие семьи с детьми ходят на приход. Если раньше кто-то ходил один, там мама, папа, бабушка, дедушка в храм, то сегодня совершенно другая обстановка. Сегодня, если верят, то верят всей семьей. В школе могут единовременно заниматься 60 ребят. Наряду с учебными классами здесь обустроены и комнаты для малышей. Есть зал для просмотра фильмов и проведения праздничных мероприятий. Программа будет корректироваться. Ведь мы понимаем, что в воскресной школе имеют огромное значение те педагоги, которые будут. И так как мы не имеем какой-то финансового вливания, чтобы нанимать педагога и держать его на финансовом крючке, то у нас здесь, конечно же, будет все формироваться согласно тех людей, которые есть на нашем приходе. Восьмилетний Дмитрий Быстров в числе потенциальных учеников воскресной школы ходит в храм вместе с родителями. Всегда, когда мы ложимся спать, мама молится. Сейчас ребят записывают в воскресную школу. Занятия здесь начнутся осенью. В то же время в Пензе отметили сабанту. Это большие гуляния, посвященные окончанию полевых работ. Точной даты нет. Главное, чтобы празднование не выпадало на Рамадан, священный мусульманский месяц. Но появилась традиция еще в языческие времена. Тогда, сковная ее цель была задобрить духов, чтобы те даровали хороший урожай осенью. Специальные церемонии, обряды, за которыми следили старейшины. Но спустя столетия сабантуй больше напоминает веселые народные гуляния. При этом некоторые традиции соблюдают до сих пор. Один из ярких, щедрых, культурных праздников отмечают татары Пензенского края. Областной сабантуй собрал жителей разных уголков региона и гостей из республики Татарстан. Торжества посвящены окончанию весеннеполевых работ. Сегодня у меня очень приятная миссия от имени минернатора Пензенского области Олега Владимировича Ильиченко поздравить с этим замечательным праздником татарской культуры, областным праздником сабантуй. От имени Олега Владимировича я хочу пожелать вам счастья, здоровья, процветания. Это в первую очередь семейный праздник. Мы же сохраняем наши семейные традиции, традиции нашей национальности и стараемся передавать их нашим детям. Традиции и обычаи передают из поколения в поколение. Учат труду, кулинарному искусству, рукоделию. Казалось бы, простой фартук, а сколько смысла заложено в сплетении нитей, рассказывает Эльмира Мусаитова о работе своей мамы. Эрнамент означает, что это семья. Каждый цветок – это определенный человек в этой семье. Маленькие отростки – это, соответственно, дети. Здесь показана некая такая родословная нашей семье. А вот этот татарский дворик организован гостями праздника, друзьями из города Азнакаева. Здесь и демонстрация обычаев, промыслов, и, конечно же, мастер-класс по уличной кухне. Она необычная. Готовят на березовом пне. Татары, Стане, у нас блины. Что у нас? Такие маленькие? Да, да, да. Несмотря на простоту конструкции, довольно сложно приготовить на открытом огне. Но совсем не комом получился первый блин у новоиспеченного кулинара. Вкусные, немного солоноватые, сахара не хватает. А вы знаете, что сабантуй называют праздником живота? И это вполне законно. Пойдемте, я вам покажу, что приготовили для нас наши гости из Татарстана. Вот в этой палатке все угощения. Константин, колбаса, чак-чак, без которого не отходится. Ни один праздник в татарской семье. И какое гуляние без национальных спортивных состязаний. Борьба на поясах – чисто мужское занятие. Сабантуй не только татарский праздник, он давно стал всенародным. В нашем регионе, в мире и согласии живут представители разных национальностей. Вот и в этот день разделяют радость со своими друзьями и русские, и мордва. У соседствующих бок о бок много общего. Конь символизирует удачу, успех, долголетие. Чего и желают Насабантуя всем его гостям. Екатерина Воробьева, Андрей Миронов. События. Для многих детей настоящее событие, когда родители берут их с собой на работу. Конечно, во многих организациях подобные визиты запрещены. Особенно, если речь идет о закрытых учреждениях. Однако, иногда для юных посетителей делают исключение. Крепче за баранку держись, будущий шофер. Ребята вырастут, выучатся и получат водительское удостоверение. Но доведется ли им еще посидеть в кабине спецмашины, поговорить по рации и включить мигалки. А сейчас такую возможность обеспечили взрослые. Это познавательное мероприятие «День на работе с родителями» для детей сотрудников отдела по конвоированию регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Третье! Третье! Нет, нет, нет! Третье! Нашла! Правильно! Третье, да! Нашла! 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 Я не знаю. Первая будет тренажер. Ребята не хотели покидать кинологический городок. Они узнали, как дрессируют служебных собак, как четвероногая охрана находит спрятанные предметы и задерживает преступников. Но и в электронном тире тоже было интересно. С помощью тренажеров дети попытались поразить мишени. Боже, мне понравилось, как я стоял. И собачки мне еще понравились. Товарищ майор, личный состав отдела по конвоированию для проведения мероприятия, посвященного Дню семьи, один день на службу с мамой или папой построен, доложил попоконник Куликов. Ребята вместе с родителями присутствовали на торжественном построении на плацу. Самому меткому стрелку в электронном тире вручили почетную грамоту и подарок. Это был насыщенный событиями день. Дети наконец-то поняли, чем занимаются мамы и папы, насколько важна их работа. Я уверен, что наше мероприятие понравилось всем нашим детям. Это было заметно по их лицам. И пойдя в школу после первого сентября, это будет одна из тем для написания сочинения, как я провел один день на службе со своими родителями. Как заставить управляющую компанию работать и выполнять свои обязанности? К кому обращаться за помощью? Спецпроект, посвященный здоровью, это и не только на страницах свежего еженедельника «Молодой ленинец», новый выпуск, который появится в продаже уже совсем скоро. О чем нужно знать родителям? В редакции еженедельника «Молодой ленинец» прошел круглый стол с представителями социального фонда Министерства труда и демографии региона, службы судебных приставов. Разговор шел о выплатах, пособиях, льготах, которые положены семьям с детьми. В свежем номере газеты объясняют, и почему несовершеннолетним необходима повторная вакцинация от инфекционных болезней. Также корреспонденты не забывают и о читателях в возрасте, информируют их о новшествах. Пять категорий пенсионеров получат прибавку в августе, а шестая в октябре. Хотите узнать, кто это? Читайте все подробности в свежем номере «Молодого ленинца». Не пропустите! На страницах издания и материал о том, как методики тибетских монахов помогают вернуть здоровье пожилым людям. Также рассказывают о продуктах, которые подарят прохладу. Тут же собраны и самые необычные кулинарные рецепты из соцсетей. Спецпроект газеты посвящен вопросам здоровья. И вот о чем пишут в медицинской энциклопедии. Опять пришло письмо. На госуслугах пензики стали получать уведомления из поликлиники о приеме врача или проведении различных исследований. Многие недоумевают. Таких визитов не припомнят и за медицинской помощью они не обращались. Насколько законны такие письма, разбирался молодой ленинец. Прокуроры знают, как заставить управляйку работать и выполнять свои обязательства перед жильцами многоквартирных домов. Советы от представителей ведомства на страницах издания. Свежий номер газеты в продажу поступит во вторник. Пензенская область продолжает участие в реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и национального проекта «Демография». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор. Олег Мельченко подчеркнул, что в прошлом году установили пять площадок для подготовки к сдаче норматива в ГТО. В этом году проект продолжен и теперь они есть во всех районах. А вот как привлечь туда население, сегодня говорили в региональной общественной палате. Там собрали круглый стол, на котором обсуждался этот вопрос. Каким выводом пришли, расскажет Павел Дютов. 13. Еще. Можешь, можешь. 13. Поворотчик повыше. 14. 11. Среди пензенских школьников и студентов, желающих сдать нормативы ГТО-1000. По этим показателям наш регион сейчас занимает первое место в Приволжском федеральном округе и 11-е в России. А вот те, кому 25 и старше, уже не с таким рвением стремятся. Не то чтобы значок получить вообще, неохотно принимают участие в тестировании. Как изменить ситуацию и вовлечь в это физкультурное движение взрослых, обсуждают за круглым столом, организованным общественной палатой области. Благо, условия для занятий спортом созданы достойные. Благодаря федеральным программам, благодаря губернатору нашему, во всех муниципалитетах, во все 30 муниципалитетах нашей области есть площадки ГТО, на которых любой желающий в любое время может потестить себя, наоборот, потренировать для того, чтобы сдать нормативы ГТО. Поэтому это такая хорошая история именно для здоровья населения. Сейчас абитуриентовых сдачи нормативов ГТО привлекает то, что за значоком начисляются дополнительные баллы к ЕГЭ от 5 до 10, а студенты в некоторых вузах получают повышенную стипендию. Представителям старшего поколения тоже хотелось бы чего-нибудь конкретного, пусть даже это будет дополнительный день к отпуску или отгул. Например, это мотивации преподавателей, классных руководителей, средних школ, воспитателей детских садов, это высшие школы, которые сегодня очень слабо этим занимаются, это специальные учебные заведения, где есть необъятное поле для деятельности, это промышленные коллективы, которые мы сегодня охватываем не в полном объеме, в связи с тем, что нет заинтересованности людей. Конечно же, это инвалиды, которых мы сегодня мало тестируем, в связи с тем, что кадров у нас чуть-чуть не хватает. Это и другие предложения участников круглого стола будут учтены во время разработки проекта по стимулированию населения региона к сдаче нормативов ГТО, после чего Общественную палату Пензенской области направит свое предложение в Москву, в Общественную палату России. Тем временем в Пензене на стадионе «Сатурн» прошло первенство России среди велосипедистов. В нашем городе этап длился три дня. Сегодня провели заключительные старты, последняя возможность для участников показать все свои навыки и подняться на педестал почета. Категории три «Спринт», «Тысяча метров» и «Омниум». За ходом гонок следила и наша съемочная группа. Соревновательный день первенства России по велоспорту в Пензе открывают хозяйки турнира. Быстрые круги сначала выжимают в парах. В каждом из заездов по две девушки. Между собой они не конкурируют. Дистанцию в тысячу метров делят на участки. Задача каждой спортсменки – показать максимум на своем отрезке. Результат, который пойдет в зачет для тандема общий. Надо доверять своему, как бы, команднику. Особенность в том, что первый едет тот, кто сильнее разгоняет, а второй едет тот, кто более выносливый. Пензенский стадион «Сатурн» – площадка для такого уровня соревнований традиционная. В этом году наш город принимает юношей и девушек 15-16 лет. И делит статус столицы первенства – Самары, Ижевском, Ульяновском, Уфу и Тольятти. В этих городах проходят старты для других возрастных групп. У нас ребята соревнуются в категории «трек». Момент такого ускорения самый важный. Фактически, это и есть старт после разгоночного круга, который, судя по правилам, не учитывают. До того, как выйти на старт, спортсмены разогревают мышцы на тренажерах. Каждый из них максимально похож на модель велосипеда-спортсмена. Для Кристины Галкиной такая разминка – еще и способ собраться с мыслями перед сложным заездом. Дистанция 15 кругов. Задача – попасть в тройку. Сначала половину гонки проедем так более-менее ровно. И потом уже собираемся отъезжать пробовать. Команды из Санкт-Петербурга и Москвы – многолетние лидеры. Представляют их наибольшее количество спортсменов. Всего же в этом году Пенза принимает порядка 80 велогонщиков из семи регионов страны. Два вида программы у нас включают «Перенство России». Это гид со тысячами метров парами и «Омниум». Это такая очень интересная олимпийская дистанция, олимпийская категория. Победителей определяли в течение трех дней. По их итогам велосипедистам из Ростовской области удалось навязать борьбу москвичам и санкт-петербуржцам. Таким увидели сегодняшний день я и мои коллеги. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. А продолжает эфир итальянская драма «Моя мама». История о женщине, которая работает режиссером. На съемках не ладится. В личной жизни проблемы с дочерью не находятся общий язык. В это же время умирает ее мать. Теперь женщине предстоит заново знакомиться с таянами своей семьи. Фильм-номинант Каннского фестиваля. Обладатель премии Ассоциации киножурналистов. Через несколько минут на телеканале «Экспресс». Я же с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи. Парк аттракционов в парке «Спутника» на протяжении многих лет – любимейшее место отдыха и развлечений жителей и гостей города. Здесь маленькие гости получают мощный заряд энергии, а взрослые вспоминают свое детство. Страшно не было? Нет. А кому было страшно? Я кричала. Вы слышали? Нет, интересно, классно. Ощущения классные. Спасибо за хороший аттракцион, хорошее обслуживание. Класс. Придем еще. Любой желающий может найти развлечение на свой вкус и возраст. Ознакомиться с информацией о каждом аттракционе можно на сайте attractions-parvatov.ru или при входе. В парке действует система пластиковых карт с денежным лимитом. Пополнить их можно в кассе. Парк аттракционов «Парват-Парватов» в парке «Спутника» приглашает вас весело провести время с ветерком прокатиться на качеле «Ермак», на захватывающих ракушках, экстремальном бумеранде, на большой цепочной карусели. А юных посетителей ждем, чтобы задорно попрыгать в Батутном городке, ведь у нас их четыре. В вечернее время на каруселях включается разноцветная иллюминация. Изюминкой парка является увлекательный аттракцион для детей и взрослых – прогулочный паровозик. Поезд «Парват-Парватыч» отправляется с фонтанной площади «Спутника» каждые 10 минут. Протяженность маршрута порядка 5 километров вокруг озера. Сюда приглашают за отличным настроением. Парк работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Завтра на западе Пензенской области пасмурно возможны осадки. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем от 21 до 23 градусов со знаком «плюс». В восточных районах Пензенской области облачно, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Пензе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду.